Всем привет! Вы на канале RelaxReview. Сегодня мы с вами поговорим об аромате Women's Best от Bruno Bannani. Я приобрела его неделю назад по скидке и забыла о том, что я его купила. И забыла сделать обзор. Да, такое бывает. Скидка была хорошая, он мне обошелся всего лишь в 900 рублей. В принципе, дороже я бы купать не стала, честно скажу. Ну, про весь этот бренд и про его женский аромат я планирую вообще записать отдельное видео. Я не считаю эту марку бюджетной, потому что цены завышены на такие ароматы, которые, да, они вкусные, они прикольные, безусловно, но они абсолютно не стойкие. И если вы хотите пахнуть этим ароматом, вам придется покупать новый флакон, я не знаю, раз в 2-3 недели, потому что вам его не хватит. То есть, если вы хотите ощущать от себя запах парфюма, и если вы хотите ощущать от себя запах парфюма в Bruno Bannani, вам придется покупать себе флакон каждые 2-3 недели. Вот 100%, я вам гарантирую. Его никому не хватит на месяц. Вот я имею в виду из тех людей, которые хотят сами чувствовать от себя парфюм, которые покупают ароматы для себя и хотят ощущать запах, обновлять этот флакон придется очень-очень часто. И в итоге это по стоимости выглядит как Lancome, как Chanel или как Dior. То есть, я не знаю, зачем покупать такие ароматы. Но ладно, об этом поговорим далее. Тем не менее, мне этот аромат безумно нравится, потому что в нем есть ноты, которых я прежде не встречала вообще ни в одном парфюме. И ни в одном парфюме, даже в котором я тестировала. Меня поразили ноты панакота и сорбета. Вот этого не было нигде вообще. Далее, ноты здесь какие у нас есть. Розовые грейпфруты, апельсин, персик, сорбет, груша, розы. Цветок граната, панакота, лесные ягоды и сандалы. Аромат вышел в 2017 году. И мне он действительно понравился больше всего из ароматов брульного банана для женщин. Но бюджетом, я его еще повторюсь, не считаю. Потому что его мне не хватит надолго. Но хватит на карантин.